На часах у нас 8 утра, 42 минуты. Последний раз я так просыпался, наверное, когда в школу ходил. Примерно года 4-5-6 назад. А вот это почему я показываю? Потому что сегодня последний день, когда я с ней вижусь. А почему? Узнаем чуть позже. Ну а я пока поехал, потому что мне ехать 300 с чем-то километров. Три с половиной часа. Надеюсь, я успею. По пути заскочу на заправку, потому что я сегодня еще даже нифига не кушаю. Сказать, что эта машина хорошо наваливает, ничего, конечно, не сказать. Потому что, ну, прям... Она прям нормасичная такая, нормасичная. 200 лошадок, это прям очень даже хорошо. Ну, я почти приехал. Тут осталось еще 20 минут, 16 километров. И это действительно последний денек, когда я пророжу со своей вот этой BMW. На самом деле, с ней связано действительно много приятных воспоминаний. Но пришло время двигаться дальше. И как бы она мне не нравилась... Сейчас возьму маску. Где маска? Вот маску. Возьму маску. Как бы она мне не нравилась, придется прощаться, как я уже сказал. Поэтому тряпочки у меня нет, буду протирать маской. Сейчас, надо напоследок значок протереть. Сейчас. А вот и моя новая машина. Порше. У нее уже даже глушитель отвалился. Но ладно, потом прикреплю обратно. Не знаю, какая это модель, но выглядит очень симпатично. Но на самом деле, это же шутка, ты понимаешь, да? Какой Порше я себе купил? Ага, конечно. Поэтому протираем еще раз и... А вот уже моя настоящая машина. Я, конечно, выгляжу, как будто меня бегемот-то плевал. Но это я просто решил зайти купить себе вот этот чаечек. А на улице дикий ливень. Поэтому я промок весь просто до нитки. Вот моя новая машина, которую я купил для того, чтобы мне не было одиноко в Португалии. Машина 2018 года. И у нее всего лишь 28 тысяч километров пробега. Ну, ни много ни мало. Можно сказать, она очень даже молодая. Моя задача при покупке машины была такая, чтобы каждый раз, когда я ее заводил, у меня шли мурашки по коже. И в принципе, можно сказать, что моя задача осуществилась. Самое главное, что нужно делать каждый раз, когда ты заводишь машину. Это открываем заслонки в глушителе. Спойлер уже поднят. Потом включаем спорт режим. Ключ зажигания у Porsche находится слева вот здесь, а не справа. Поэтому берем, заводим и слушаем звук. Субтитры создавал DimaTorzok Эта машина появилась у меня, можно сказать, вот только что. Но на самом деле с момента приобретения прошла уже почти одна неделя. И за эту неделю с этой машиной произошло уже парочку косячков. Вот это вот случилось через несколько часов после того, как я купил эту машину. И два дня назад, едя по какой-то дороге в мою машину, что-то прилетело. Я сам не знаю что, но где-то вот-вот здесь осталась вот такая вот царапина. Огромная, ну глубокая, не огромная, но глубокая. Фиг его знать, что это было, но жалко. Исходя из этой всей какашечной ситуации, которая уже успела произойти с этой машиной буквально за одну неделю, я пришел к следующему решению. Не, серый цвет мне очень даже нравится, но я решил то, что машину надо как-то хотя бы немного обезопасить, чтобы больше вот так камушки не прилетали мне в лицо посередине дороги. Я даже не знаю откуда, может с крыши какой-то шандарахнуться, не знаю. Поэтому я на нее буду клеить защитную пленку. Только не серого цвета, нет! Я посоветовал со скатей, и мы решили то, что данная машина должна выглядеть как-то прям бомбически, чтобы она прям выделялась из всех остальных машин. Поэтому в какой цвет я ее переклею, покажу тебе немного позже. Через недельку, где-то так. А, нет, нет, через две, когда ее переклеят. Поэтому подождешь немножко, как и я. Ну и в последний раз, вот прям честно, в последний раз. Все, хватит. А то сейчас кто-то там подумает, что я из автомата стреляю. Все, домой, домой. Короче, сейчас пришли два рыжих высоких бородатых парня. Они похожи реально на дровосеков из Канады. И установили стиралку. Пока в квартире еще ни черта нет. Зато и стиральная машина. Во! Один из традиционных моментов всех переездов, это показать то место, где мы раньше жили. Правда, за окном небольшой сайлент-хилл такой, но это новосибирское, это нормально. Ах, грязное окно. Ладно. Поморозимся. Это новосибирский цирк. Цирк. И очень красивый сквер. В котором сейчас такая прям осень стоит. Пипец, пипец. Чуть не переехала без вот этого. Вот, решила на всякой улице заглянуть на верхотуру шкафа или шкафа, неважно. Вон оно что тут лежит. А я еще думала, блин, а куда мы делим эти картины? Без них переезжать нельзя. Сейчас мы их. Заберем кухня, 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 кресло тоже с нами уезжает. Я даже задействовала самые маленькие коробки, чтобы сложить все наше барахло. Тут наши конечки, мой коврик для фитнеса, тут моя одежда, надеюсь, она нормально. Тут тоже какое-то хламье, хламье. А одежда эта в мусорных пакетах. Он сам так захотел. Тут что-то еще это выбросить. Шмотки не поместились, особенно меч Майнкрафта. И да, в чемодане у меня вешалки и игрушки. А тем временем у нас есть маленькая проблемка. Я тут решил Кате камеру новую заказать, чтобы она не ходила с этим, с телефонами не записывала все. Заказал, купил, за 30 чем-то там тысяч, почти 40, а оно, камера оказалась последней с витрины. То есть Катя пришла прямо в магазин, чтобы забрать ее с витрины. Но тут-то не все так просто, как в этой жизни бывает. Камера вся побитая, поцарапанная, кнопки выдернуты, коробка раздроблена, потому что камера была с витрины. За 40 тысяч. Поцарапанная. В жопу. Я сказал и решил то, что у меня же как бы есть две камеры. Вот эта, с которой я сейчас записываю, и вот та, с которой я стримы записываю. Поэтому я тебя сейчас возьму вот так, если ты, конечно, не против, и запихну в коробку. Ага. Мне тут недавно посылка пришла. И внутри, если я не ошибаюсь, лего новая. Потому что старая я уже собрал вот эту махину. Поэтому пришло время собирать буклю из Гарри Поттера. Тяжелая. Это, слушай, ну ладно, это потом. А вот это будет посылка уже для Кати. Вместе с камерой можно ей небольшое письмо отправить. Господи, как сложно писать одной рукой и другой держать камеру. О, почерк какой красивый. Так, вот так. Вот эта жопа какая-то получилась. Ну, короче, нет. Вот так. Вот так. Ага. Сворачиваем. Вот. Сворачиваем. Вот так и ставим камеру. Ну все. Ты отправляешься к Кате. Веди себя там послушно. А я пойду влог с другой камерой записать. Все. Вот там не переживай. Там недолго сидеть. Катя тебя скоро достанет. Все, давай. Ага, ага. Хорошего отдыха. Ура, 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 ура. Пришло, 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 пришло. Где она, где она, где она? А, вот, вот, вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, погодите, я вас открою. Погодите. О, дро. Сейчас, погодите, я вас не сделаю. О, пять сек. Вот так вот. Ну, привет. О, тут еще письмо какое-то. Ну, мы попозже его прочитаем. А что произошло-то? А, ну я волосы покрасила в фиолетовый цвет. Люблю просто фиолетовый цвет. Увидела вот эти шарики унитазные. Кстати, вкусно пахнут. Но они новые, если что. Честно говоря. Так вот. Увидела, говорю. Хочу волосы цвета туалетных шариков. Пожалуйста. Сказано, сделано. Но это на самом деле не самое главное, что произошло. А самое главное позади меня. Мы переехали. Ну, как мы? Можно сказать, я. Но мы это делали все вместе и дистанционно, как сейчас практически весь мир. Я уже неделю нахожусь на этой квартире. Потихонечку все обустраиваю. И сегодня вам вот столечко покажу. Я похожа на Гермиону. Скажите только честно. Ладно. Все. Пойдемте. Итак. Мы с вами заходим в зал и видим эту прекрасную картину под названием Переезд. На это пока не обращайте внимания. Я вам хочу показать отдельные детали. Это вот у меня кухонный стол. За ним можно кушать. Стуль я не обязательно. Можно просто на полу сидеть. Отличная вещь. Далее у меня тут мягкий очень ковер. Очень долго искала. Советую к покупке. Его, кстати, можно немножечко даже расширять. Если гости вдруг придут, им тоже места хватит. А вот это я называю... Зачем вообще людям шкаф? Вот вы пользуетесь шкафом? Я нет. Меня и так все устраивает. Что-то там в этом шкафу искать, постоянно складывать. А так подошел сразу все на виду. Нужно тебе розовая кофта берешь. Нужно не джинсики берешь. Ну ладно. На самом деле у меня есть шкаф. Вот он. Самые священные вещи в доме... Ой, я на что-то наступила и сломала. Самые священные вещи в доме... Это пакеты с фанкопопами. Чтобы вы понимали, я перевозила их отдельно на такси. Каждый пакетик, чтобы не дай бог ни одну коробочку не раздавить. Да-да. Я, между прочим, ответственно к этому отношусь. Ну, в общем-то, ничего необычного. Вон там священная комната. Тут зал я вам уже показала. Тут кухня. Но она слегка не прибрана. Пока я вам ее показывать не буду. Ну, а там спальня. Пройдемте. Спальня, я считаю, самая главная комната в квартире. И тут тоже есть свои приколюхи. Например, как такое, что здесь нет кровати. И я сплю пока что просто на матрасе. Но это временно. Аленка, кстати, здесь самый главный экспонат. Я подошла к зеркалу, чтобы вам что-нибудь сказать. Но я ничего не придумала, что вам можно рассказать. Так, а теперь, что на прикроватной тумбочке должно быть у настоящей девочки. Зарядка для телефона. Пластиковая трубочка. Отвертка, шестигранник. Ну, в принципе, нормально. Классический такой набор для девочки. Также я хочу вам еще одну свою разработку показать. Это называется стойка под микрофон. Почему так? Спросите вы. Да потому что. Когда я записываю, мне нужно говорить четко в микрофон, иначе меня не будет слышно. Поэтому я придумала себе... Если я уберу свою супер-упер подставку и поставлю микрофон без нее, то мне придется разговаривать вот так. Ну, я надеюсь, кое-кто посмотрит сейчас этот видеоролик и закажет мне наконец-то стойку под микрофон. Потому что я понятия не имею, какая она мне нужна. Ну, мне кажется, я все показала уже. А более подробный рум-тур и такой красивый он будет тогда, когда уже придет мебель, я здесь все обустрою. А пока что... А пока что вы сами видели, я сплю на матрасе. За это время, что я живу уже здесь... Уже как-то криво сказала уже. За то время, пока я... За то время, пока я здесь живу, я уже много чего успела заказать. Шторы, мебель, всякую мелочь. Поэтому я сейчас это просто все жду, потом устанавливаю, и наконец-то квартира будет готова. К тому времени, может быть, уже и от приедет. Ну, и что мне хочется еще вам сказать? Зачем мы вообще затеяли всю эту историю с влогом? Он снимает, я снимаю, мы это вместе склеиваем. Получается, вот этот влог, который вы сейчас смотрите. В первую очередь, наверное, мы это делаем для того, чтобы не скучать. И ради того, чтобы чувствовать, что мы рядом. Но лично для меня это так примерно звучит. По комментариям в социальных сетях, на ютубе, под роликами, везде можно увидеть, как вы хотите, чтобы мы встретились скорее. Да и мы сами хотим уже скорее встретиться. Именно поэтому мы и придумали эту историю с влогом. Вы смотрите на нас, мы смотрим друг на друга. Может быть, так действительно быстрее все произойдет. Граница откроется, мы наконец-то встретимся. И будем уже записывать вот так вот. Тут я, а тут будет стоять главная пипука. Я вот так вот буду обнимать. Пойду читать письмо, которое мне пришло. Пойду читать письмо.